25 сентября 2019 года председатель правления Евразийского банка развития Андрея Бельянина дал интервью российской газете. Это тот товарищ, у которого деньги в коробках дома хранятся. Сегодня в следственном комитете сообщили об обысках у главы российской таможни Андрея Бельянинова и еще двух его подчиненных. По некоторым данным, следователи наведались в загородный дом чиновника площадью более тысячи квадратных метров и обнаружили там внушительную сумму денег. Банкноты хранились в коробках для обуви. Сегодня в рамках расследования уголовного отдела, связанного с незаконным перемещением через таможню алкогольной продукции, были проведены обыски в Федеральной таможенной службе России, в том числе и в кабинете ее руководителя Андрея Бельянинова, его заместителей Давыдова и Струкова, а также по месту жительства руководителя Федеральной таможенной службы. Наряду с этим были проведены обыски и по месту жительства и работы президента страховой компании «Арсенал» Сергея Лобанова, который является учредителем не менее 15 различных фирм и чья деятельность тесно связана с Федеральной таможенной службой России. По данным СМИ, стены подмосковного дома Бельянинова украшают старинные живопись. Также у чиновника, по некоторым данным, есть несколько квартир в Москве. Андрей Бельянинов занимает свой пост уже 6 лет. До этого, в начале 2000-х, он был главой Рособороныэкспорта. Почему после обысков 2016 года карьера бывшего таможенника Бельянинова пошла резко в гору, мне неизвестно. Но это уже не наши проблемы, это проблемы России, Путина, Кремля и так далее. Так вот, этот Андрей Бельянинов в интервью российской газете 25 сентября 2019 года сказал следующее. «Можно фантазировать и дальше с названиями, но стоит ли? Я считаю, что рубль, российский рубль, станет единой валютой Евразеса, потому что он достаточно широко используется на экономическом пространстве пяти стран, включая и Казахстан». Конец цитаты. На это заявление успел отреагировать наш казахстанский министр торговли и интеграции Бахыт Султанов. Он сказал следующее. «Думаю, что мандата обсуждать вопрос введения единой валюты в рамках ЕС у него, у Бельянинова, нет и быть не может. Полагаю, его высказывание – это выражение личной позиции Андрея Юрьевича как эксперта, которую может высказать каждый». Остается только спросить у аблязуидов и личного Аблязова, почему они не организовывают митинги против рубля. Ведь враг, как говорится, у ворот уже стоит. Китай ведь не просит казахов заменить тенге юанем, а Россия уже не просто просит, а говорит об этом как о неком свершившемся факте. Я знаю, среди моих слушателей точно есть немало аблязуидов. К вам просьбы отдельные. Спросите, пожалуйста, у вашего шефа, когда он собирается организовывать в Казахстане митинги против рубля. Я лично обещаю, что обязательно поддержу вас, как смогу. Буду рад поддержать вас в этом деле. Спасибо за ваше внимание, спасибо за ваши лайки и комментарии. Подписывайтесь на мой канал и до новых скорых встреч.